Всем привет, я Лаура Джугели, это Люди Говорят, и у нас сегодня новый выпуск, и в этом выпуске вы увидите человека, о котором полтора года говорили все СМИ. Человек, чей жизнью интересовались те, кто вообще не интересуется футболом, кто не интересуется спортом. Его имя Саша Кокорин. Саша мой друг, и мне бы хотелось, чтобы вы его узнали и увидели таким, как знаем его мы, его друзья. Мне бы хотелось, чтобы это видео вас заставило посмотреть на него другими глазами, и мне бы хотелось, чтобы после этого видео вы изменили бы свое отношение ко всему, что связано с Сашей. Ну что, погнали? Что бы ты сказал маленькому Саше? Маленькому Саше? Не бей людей стулом. Саня, ты видишь, как все, подготовка, мы серьезно к тебе готовились. Огромная команда, ты тоже ничего такой. А мы сегодня на контрасте работаем. Пойдем. Как-то ты очень скромно одета, Саша, я думала, ты сейчас придешь на логотипах хотя бы, ну не знаю. У тебя же вообще какая-то огромная коллекция кроссовок, да? Сколько пар ты не считал? Пар много, но как раз ты правильно сказала, из-за того, что у меня контракт, знаешь, не было такого, что я прямо собираю-собираю, но за счет того, что мне постоянно какие-то новые модели дают, новые вещи, и, ну, соответственно, я их коплю. А где ты все это хранишь? В квартире. У брата сейчас, кстати, квартиру доделали, в Москве мою доделали, я как, так, знаешь, сделал ремонт, даже не пожил здесь. Поэтому вещи из Петербурга все перевез, мы там в доме жили, перевез в Москву и отправил их пока на склад. А одежду ты часто покупаешь? Знаешь, раньше, да, причем не замечал даже, не было такого, что я там супер люблю выезжать, лазить по всем магазинам, да, но связано со спортом. Мы много путешествуем, мы много на сборах где-то, постоянно там заняться, кроме тренировок, нечем. При свободном времени ты выходишь, не знаю, где-то там прогуляться, соответственно, хорошие места, везде шопинг, что-то хочешь привезти, и так за долгое время, там, за 10 лет, скажем, накопилось очень много. Ну, подожди, и ты Кирюше отдаешь, друзьям отдаешь? Я отдаю, да, ну, понятно, на первом месте у меня брат, когда я жил с ними со всеми вместе, мой гардероб остался там, у него, и, соответственно, я сейчас там не живу, он спокойно может зайти. И забрать все, что ему нравится. Прикольно. Классно? И мне не сказать об этом. Кирюха, хорошо устроился? Нормально. А ты такой, типа, смотришь в Инстаграме фоточку, а это же моя, там, толстовка. Так и есть. Так и есть. Хочешь погрузиться в яркий мир Magic O? Если ты выберешь красный смартфон Magic O от BQ, то твоя жизнь наполнится яркими и сочными красками. Если ты выберешь синий смартфон от BQ, то ничего не изменится, потому что все цвета смартфонов от BQ классные, и характеристики в них одинаково крутые. Главная их особенность – встроенная в экран селфи-камера. А еще смартфоны Magic оснащены мощным процессором 8 ядер, IPS-экраном в 6,5 дюймов, 3 гигами оперативной памяти, качественной тройной камерой, мощной батареей и шустрым сканером отпечатков пальцев. И это все за 8490 рублей. А вообще с продукцией компании BQ вы можете ознакомиться по ссылке в описании. И еще у нас есть для вас промо-код с 10% скидкой на любой из смартфонов от BQ. Ну и доставка в любую точку РФ бесплатная. Саша, опиши немножко о жизни маленького Саши Кокорина. Маленького? Ну смотри, у меня как бы поделилось такое мое детство до и после серьезной моей карьеры, которая началась уже в Москве. Да, маленький Кокорин в 5-6 лет начал потихоньку баловаться с мячами, играть, уходить во двор и пропадать там, да, круглые сутки. Потом я пошел в первый класс, соответственно, мне было 7 лет, записался на секцию футбола и секцию бокса, потому что это единственные две секции, которые у нас были в городе. И, ну, в футболе у меня уже... Город Валуйки, правильно? Город Валуйки, 60, ты много назвала, 30-40 сейчас население, и то у нас сейчас это как бы вот такой там военная база, потому что мы на границе с Украиной находимся, и там сейчас супер все строго рожился, скажем так, город, больше стало людей. Ну и вот я пошел спокойно, начал заниматься, естественно, ну все понимали, я понимал, что у меня больше получается в футболе. Не знаю, каким чудом, мне повезло, что у нас в этой Белгородской области, в Валуйках, жил тренер-селекционер от московского «Спартака». И он мне говорит, давай попробуем, я говорю, конечно, давайте попробуем. Ты сам принимал решение, не мама? Я сам, нет, на тот момент мне казалось, что я принимаю решение, я очень хочу заниматься спортом, да, естественно, я родителей просил, говорю, то есть оставьте меня там в той же Москве, если все будет хорошо. Ну и они как бы, когда они меня везли, они понимали, что если все получится, мне нужно будет оставить там. И мы поехали, мы приехали в московский «Спартак» на просмотр. А у меня получилось остаться, но тоже, знаешь, как получилось, мне сказали, тебе нужно найти жилье для родителей, чтобы они остались здесь, так как интернаты на тот момент они не брали. И у родителей не было возможности туда, соответственно, у меня тоже. Вернулись обратно домой, такая пауза у нас была затишье, знаешь, неделю-две мы думали, что делать. То есть вроде все хорошо, но у меня получается, нужно везти. И к нам обратился другой футбольный клуб «Локомотив». У них на тот момент было все. Во мне очень заинтересовался тренер мой, Сурков Царство Небесное. Ну, за меня отстоял, договорился на тот момент с директором школы «Локомотива», чтобы под его контролем, вплоть до того, что он заберет меня, если что, к себе домой, но будет возить на тренировки. И вот так я остался в клубе. Ну и как это было? Ну, одному оказаться без родителей? Ну, блин, ну, с одной стороны, тяжело без родителей, там, ну, вообще, скажем так, вообще никого, да, нету. А с другой стороны, это очень круто, потому что, знаешь, такое путешествие, я отправился в интернат спортивный, где я занимался любимым делом, и где вокруг меня были там такие же, я не знаю, в интернате человек 70, это тоже со всех регионов страны приезжали, вот в интернате оставляли самых лучших, потому что, как бы, за них платили, там, за нас готовили, там, на трехразовое питание, плюс, там, одежда всякая, знаешь, школьная одежда, потом спортивная одежда, тренировки, как бы, все это было бесплатно, плюс платили еще стипендию. Сколько? На тот момент неплохую, это было, как вон, 2001-2002 год, 500 рублей. Для маленького мальчика это хороший день. На что ты тратил? Макдональдс. Ты маленьким ребенком понимал, что у тебя чего-то нет? Мне кажется, в детстве тебе достаточно чего-то. Не, я понимал, не, я понимал, я смотрел на других, там, ну, элементарно, знаешь, суперкроссовки новые в то время, ну, что, я не знаю, как сейчас, на тот момент, чтобы чувствовать себя крутым, у тебя должен быть хороший телефон, Nokia, и у тебя должны быть крутые кроссовки и бутсы, то есть ты выделяешься. Не важно, что на тебя одето, если ты в крутых кроссовках, то все понимают, что ты очень крутой. Поэтому я понимал, и как бы у меня не было возможности, например, иметь дорогой телефон, ну, там чуть-чуть скопив, там где-то, где-то, попросив родителей, у меня всегда были там хорошие кроссовки, хороший бутсы. Ну, бутсы, ты знаешь, там, часть, ты всегда в них занимаешься, на тебя смотрят другие игроки, это как твое лицо. Слушай, то есть ты прям вот в детстве об этом уже думал, да? Да, я в этом думал, да, я тебе, ну, как, я тебе так скажу, очень модно было тогда выезжать в охотный ряд, там, как раз первый найк открылся, еще что-то, какие-то такие, знаешь. Ну, это, подожди, это ты уже говоришь, когда ты в Москве жил, а я имею в виду, когда ты... Да, если назад вернуться, я посмотрел на это все, знаешь, когда у других это что-то есть, я понимаю, что это много денег стоит, я понимаю, что нужно как-то зарабатывать, и как я могу зарабатывать, я маленький ребенок, ну, там, у родителей, понятно, не было возможности, я понимал, что мне нужно хорошо тренироваться, что я хочу стать, я не знал, что в футболе такие большие деньги, и даже не понимал близко, я просто понимал, что я себя хорошо буду играть, тренироваться, попаду там в дубль или в первую команду, у меня будет возможность такая, и как бы, ну, шел потихоньку к ней. Саша, тебя, получается, воспитывал отчим, правильно? А где твой отец? Он погиб. Погиб? Он погиб, да, но он погиб, мне было... Блин, я вот почему-то путаю, я как бы никогда в прошлое так сильно не возвращался, либо два, либо три года мне было что-то такое, и у меня сильно отношений вообще никаких не было. как бы почем заменил его сразу, потому что мое подсознание его уже помнит, и поэтому, как бы, знаешь, у меня такой трагедии, как бы я не переживал. Ну, а мама тебе рассказывала что-то про это? Ну, какие-то потом подробности, да, мне интересовалось, потому что я когда видел его фотографию, он прямо копия я, копия я, да, и, ну, интересно было, конечно. И он занимался у меня генной, я так понял, что все-таки от него, потому что у меня мама тоже спортом занималась, но она больше потом пошла по карьерной рестнице учиться, да, а вот отец как раз занимался, но он закончил из-за травмы, соответственно, я так понимаю, что... Он футболом занимался, он занимался? Он занимался футболом, он заиграл в Воронежском факеле на тот момент, эта команда играла тоже в премьер-лиге, только в Воронеже, и он дошел до первой команды, но недолго там пробыл, потому что я, как мне рассказывали, что там из-за конкуренции ему кто-то специально ударил по ноге, и там он сильно ее повредил и перестал заниматься. А какая фамилия у твоего отца была? Карташов была фамилия. Карташов? Карташов была, а мама была Кокорина, соответственно, ну, может быть, как знаешь, у мамы-то как раз была такая... Что-то я менее, наверное, может, не знаю, правильно-неправильно, это как раз оно. Ну, мне Кокорин больше нравится, если честно, да. И у тебя появился потом брат. У меня, ну да, через 8 лет появился Кирилл. Долгое время родители, когда я жил до, наверное, 18,5 лет, 8,5 лет как раз жил без них, и как раз, когда у меня появились первые деньги, когда я начал лазить непонятно где шляться по Москве, их вызвали и сказали, что, пожалуйста, мы видим, что как бы он уходит чуть-чуть не туда от спорта, пожалуйста, приезжайте и проконтролируйте, чтобы все-таки он дома находился больше. И они переехали, и переехал брат, он там начинал тоже школу, переехал, и все, он перешел здесь, начал учиться. А, то есть они переехали ради тебя, чтобы контролировать тебя, по сути, да, чтобы ты никуда не спинулся? Я думаю, все вместе, да. Плюс у меня уже была возможность, я купил квартиру, и мы все вместе собрались, да. Это в 19 лет? В 19 лет. Ты купил первую квартиру, у нас первый какой-то контракт? У нас, знаешь как, я попал в первую команду, тоже такие все стечения обстоятельств, я попал в первую команду в 17 лет, и за сентября, как раз сентябрь был, с сентября по декабрь я сыграл там 8 или 9 игр за команду «Динамо», мы стали третьими в чемпионате, мы получили такие хорошие деньги, а, не, я купил машину на первые деньги. У меня как раз было 3 миллиона, вот я собрал за эти 8 игр, и мне дали там бонус за то, что мы стали третьими в чемпионате, и тогда для «Динамо» это был очень хороший результат. И мне тоже отнеслись так с пониманием, якобы я молодой, могли так чуть-чуть дать, не баловать, но дали полноценно как взрослому игроку, и я пошел, купил машину. Какую? Ауди X5 как раз на все деньги. Что ты почувствовал, когда я купил сам машину? Ну, я доволен собой был. Не важно, что я через месяц ее ударил, но… В какой момент снесло крышу от вот этих денег? Крышу не сносило, крышу не сносило, так, знаешь, как бы я всегда к деньгам относился, знаешь, как, они у меня есть, в тот момент, как бы плохо их считал, не считал, что они мне легко даются, но и тратил я как-то так, тоже, знаешь, не совсем с головы, ни на что не жалел, то есть, если что-то нужно, надо это купить. Понятно, что я там сразу обеспечил всех, всю семью свою, и у меня такое мое мнение, если я обеспечиваю всю семью, почему я не могу тратить, куда я хочу? Ну, и вот такие, знаешь, всякие глупые покупки, там всегда до сих пор, не знаю, даже с Дашей ругаюсь, если я куда-то еду в отпуск, трачу на хорошие отели, там на отдых, много денег. Да, ты самые лучшие номера всегда снимаешь. Ну, да, ну, блин, если это хочется, я к этому там всю жизнь зарабатывал эти деньги своим трудом, то почему в конечном итоге там не купить то, что ты хочешь? Да, это все, мне кажется, родом из детства, когда ты очень хотел, правильно? Да, это родом из детства, да, когда ты что-то хотел, и ты не мог это позволить, когда ты дорвался, ты вот все везде хватаешь. Самая необдуманная покупка какая была? Ну, такая дурацкая. Дурацкая, да, блин, их много было. Много, да? Много, да. Блин, их много было. Понятные всякие коллаборации с Уприм, они бы стоили кучу денег. Да, мы витон, да. Да, там куртки, да, там по миллиону. Ну, конечно, это глупо. Ну, ты их как бы, это финальная та же цель. Ты их нашел, повесил, и все, ни разу не одела, но зато у тебя в гардеробе есть. Как кроссовки тоже самое, знаешь. Слушай, а вот у тебя никогда этого не было, что, ну, вот я просто анализировала, в принципе, там, тебя, и вот твой инстаграм даже раньше, ты вот любил выкладывать, значит, фото у тачки дорогой, ты там купил кучу дорогих автомобилей, какие-то наряды все в логотипах. Ты не думал о том, что люди будут тебе завидовать, и что это будет вызывать у них какую-то ненависть или там зависть? Я об этом не думал, но мне об этом говорили, знаешь, просто многие это воспринимают. У меня больше такой менталитет, не знаю почему, какой-то, знаешь, такой более европейские отношения, там, знаешь, из людей, реально, люди, кто из себя что-то представляет, чего они сами добились, и когда они что-то выставляют, посмотри на черных хайперов, да, которые что-то выставляют с деньгами, ты представляешь, что в России выставить? Это же будет ужас вообще. Я же, когда это делаю, например, ну, есть у меня настроение, я проснулся, сфоткался у Ламборгини, но я же это не снял, я это не сделал для того, чтобы, знаешь, как там сейчас модно, чтобы приподнять, это моя машина, почему я не могу? Я добился, вот я рассказываю, да, там, историю, там прошло куча времени, я ее купил, у меня она есть, я же не показываю, что чего-то у меня нет, это мой, ну, вот мой день сегодня так вот выглядел. Не кажется ли тебе, что все-таки, когда ты это действительно транслируешь людям, это часто приводит к каким-то странным последствиям, и тем более, что люди следят за твоим инстаграмом, и каждый раз ждут, что ты где-то споткнешься, что ли, знаешь, и сразу заголовки, и сразу внимание к тебе, ты это специально провоцируешь, как бы, или это непроизвольно получается? Нет, какие-то моменты, давно-давно, знаешь, я, когда я наблюдал за прессой, следил то, что обо мне говорят, обо мне пишут, там, все, ну, практически, знаешь, старался, как-то я мог специально, знаешь, что-то поджечь, выставить. Ну, вот, например. Не то, что специально, знаешь, как бы, я понимаю, что это будет ажиотаж, я все равно это делаю, вот такое у меня было, да. Потом, когда я вообще научился, я, там, мои все ситуации тяжелые, меня там настолько закалили, что мне, ну, вообще не интересно, что обо мне говорят и что обо мне пишут, да. Со временем я это понял, и как бы, уже это настолько этого... Много лет прошло, и я это, как бы, все пережил, что, наверное, где-то уже старею, и мне это уже неинтересно, да. Ну, подожди, ну, как ты думаешь, почему именно к тебе такое? У меня не было, так скажем, полноценной семьи, крепкой, да, мы с Дашей встречались, у меня не было ребенка, мы молодые, там, тинейджеры, у нас там все есть, я тренируюсь, мы потом видимся, хорошего отпуска, дорогие машины, почему нет, да. Потом это все появилось, но у нас появилась, как бы, семья, и, как бы, это, знаешь, уже ушло на второй план. Может, где-то это тоже свою роль сыграло. Майкл, привет! Привет, красавчик! Маленький! Мне надо было до этого ему что-нибудь подарить, чтобы он со мной дружил. Привет! Привет даже. Майкл, как дела? Я люблю тебя маму. Я тоже тебя очень люблю. Ой, маленький, я люблю тебя. Я тоже твою маму люблю, она классная. Классная мама у тебя? Сын, это мне что ты? А-а, папа какой у тебя классный. Ой. Тише, что у тебя застряло? Это такой прикол, он реально, как такой взрослый, маленький мужичок такой, знаешь, такой на движухе. Майкл, ну ты вообще красавчик. Майкл, ты знаешь, куда ты сейчас идешь? Знаю, ты только что отвечал. Куда? На поле. На поле? Молодец. Кстати, по школе я вот здесь играл. Да? Да, по школе как раз то, что я рассказывал про годы детства. Вот здесь мы играли, представляешь? Офигеть, то есть мы тебя прям воспоминали сейчас, окунули немного, да? Да, 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 есть. О, а здесь локомотив стоит, какая мать. Да, да, вот, про локомотив, да, как раз. Здрасте. Узнали? Узнали? Прикольный бой. Мы узнали, мы даже очень рады. Да? Да? Привет. Давай, давай, спокойно. А можно мы их? Да. Своем? Своем? Костя. Парни, давай тебе можно? Давай, давай под домой. Почему именно к тебе такое отношение? Почему именно ты вечно вляпываешься в какие-то истории? Да, ну, я не знаю, почему это пошло, самому интересно. Да, мне всегда говорят, что, как бы, с твоей фамилией какие-то, если, то есть, там, какие-то еще плохие вещи, то есть это вообще продается супер, да. Если это обычно, я смотрю, и везде оставляют мою фамилию, да. У меня, как бы, в спорте есть такие моменты, что у тебя есть твой агент. Он идет, там, специально делает заказные какие-то статьи, там, знаешь, для какой-то выгоды, либо невыгоды. Когда первый раз тебе что-то написали в прессе в таком ключе? Блин, знаешь, мелкие были такие всякие, у нас клуб был, например, Динамо, там, в 17 лет я начал играть, а у нас цвета были сине-белые. И если ты приходил, просто вдумайся, вот ты приходил на тренировку, и у тебя была обувь, либо бутсы, в чем-то тренировался, там, красного цвета, которые, это цвета соперника, тебе нужно было их либо выкинуть, либо закрасить в черный, там, цвет, чтобы это не видно было. Представляешь, вот от такого? А я, как бы, продолжал, там, моментами были, играл, все равно, и, как бы, меня свистывали, вот. Вот, представляешь, насколько вот такие, вот такие мелкие всякие скандалы, для меня, там, половина моих всяких ситуаций, таких курьезных, 50%, якобы, я в этом вообще ничего не вижу. А пресса научилась так это все преподносить и показывать зрителю, что все-таки они посмотрят и скажут, плохой парень. Ну, а тебя это тревожило? Чуть-чуть, чуть-чуть тревожило, я все-таки молодой парень, и я с этим никогда не сталкивался, сейчас, если там, леснуть назад, наверное, бы я выстроил все по-другому, совершенно идеальную, там, как сейчас у супер больших звезд молодых, и когда их ведут люди, и там, это все прекрасно заметно. То есть это агент некий, да, который тебе полностью Агент, либо какой-то человек, который советуется, ведет, вот, и поэтому у них там настолько идеальная жизнь, кажется, да, и, ну, за ними в три раза приятнее наблюдать, там, нежели за нами. Ну, а у тебя такого человека не было? У меня такого человека не было, я как бы по сей день не видел нигде в стране, там, я не знаю, может, у наших там какие-то большие звезд, есть они или нет, не знаю, но я не сталкивался, что он такой в России есть. Ну, да, я, кстати, тоже не слышала, но у тебя, в принципе, по жизни, у тебя по мне тагента даже, да? Нет, у меня не было никого. Вот я тебе просто говорил, что, да, знаешь, там, что-то попросить, там, агента от него, что-то, как он выстраивает правильную линию в прессе, то есть меня со всех сторон всегда, там, конкуренты, других ребят, там, ну, все потихоньку-потихоньку, ну, так, знаешь, пытаются уколоть. А подожди, а почему ты без агента, почему-то не взял себе никого? Ну, у меня, во-первых, занимался как раз вот отчим. Занимался, сейчас не занимается? Сейчас не занимается, да. Ну, как бы у нас сейчас все уже, пока не надо ничего делать, такие, все хорошо, тут вот, фу. Мне кажется, что вот к футболистам особенно какое-то пристальное внимание, особенно к их зарплатам, к образу жизни. Почему? Народ почему-то сильно думает, что те налоги, которые они платят, на них мы содержимся. Якобы, там, ребят от Газпрома, они говорят, мы платим налоги, а вот ребятам платят такие зарплаты. Я также плачу эти налоги, и они у меня суперогромные. И там, если взять мою всю историю, там, посчитать, там, приличные суммы лауре. Поэтому это такой стереотип, он как-то пошел изначально, что мы содержимся на их деньги. Ну да, и, типа, плохой показываете футбол, на чемпионатах плохо себя проявляете. Да, да, если взять нас, сравнить с ребятами, там, с хорошими клубами, с хорошими сборными, то как раз мы получаем те деньги, потому что взять того же Неймара, там, крупный суперзвезд беру, да, там, он получает 40 миллионов. 40 миллионов, это там 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы, там, на его уровне или, там, приближены, но поэтому мы получаем, там, в 10 раз меньше. Ну, слушай, на Западе, у них, ты правильно сказал, другой менталитет, они уважают тех, кто успешен, тех, кто много зарабатывает. А у нас в стране таких не любят, и наоборот, считаешь? У нас вообще не любят, да, хороших. Вот я тоже смотрю, а я, вот я восхищаюсь, да, я смотрю, например, на Абрамовича, да, у него там 3 лодки по 200 метров, вот я смотрю на него, вот я его восхищаюсь, он молодец, неважно, как он их, где он их заработал, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот, знаешь, у него получилось, блин, что-то он сделал, и все, и причем никто же не хочет сказать, что, блин, ну, наверное, ну, действительно, что-то там тяжело, там, ему было, и он занимался много, никто же не знает, что там, куча, куча времени, там, занимаемся, там, десятками лет. Как тебе кажется, какое качество, да, ключевое, тебе помогло стать успешным спортсменом, добиться того, что ты добился на сегодняшний день? Качество, ну, наверное, мой характер, как раз про то, что именно, ну, вот одна цель, я хочу играть, это мое любимое дело, ну, и плюс хорошие люди вокруг, которые мне помогли. Ты считаешь, что это просто случайно так получается, или это какая-то... Нет, не случайно, понятное дело, что, когда ты, даже в юношеском, там, в каком-то, в детском, в этом годах уже успешен, на тебя смотрят по-другому, там, в любом случае ты такой чуть-чуть любимчик у тренера, знаешь, тебя хотят, там, и тренировать больше, но это есть, это у всех всегда было, и такое есть. Тяжело, там, детишкам, там, ребятам, которые, там, у них особо таланта нету, как бы, они вот за счет трудолюбия стараются, стараются, и, в конечном итоге у них получается. Ты учился в школе, где были одни мальчики? Но в каком-то возрасте начинается половое созревание, правильно я понимаю? Вот в каком возрасте у тебя оно произошло, но когда тебе захотелось уже отношения какие-то с девочками заводить и интересоваться, значит. Первые отношения у меня сейчас начались в 15 лет, все-таки в школе, у нас сильно не было красивых девчонок, пусть, пусть, пусть меня простят, да. Ну, то есть, представь, у нас интернат, там свой режим, свои, свои правила, да, там нужно находиться, там в 10 вечера приезжать, и когда, и за нами, за нас несут ответственность, там, люди, которые за нас поручились, которые там находятся, и вот мы потихонечку там сами как-то начинали, вроде на тренировку, там, оп-куда-то уехали в город, и потихоньку, когда начали выезжать, когда потихоньку уже какие-то деньги у тебя там появляются, ты начинаешь, что ты думаешь, ты поедешь куда-нибудь там в кино, найдешь какую-нибудь девочку, ну, с ней погулять, как это вообще происходит. Вот у меня в 15 лет, там, первая моя знакомая, меня там друзья познакомили. Ну, было какое-то стеснение, потому что я правильно понимаю, что спортсмены, они вообще как-то непривычные? Нет, спортсмены, они как раз за счет того, что, знаешь, у нас такая жизнь своя была, и рано мы так возмужали, такие более дерзкие, более какие-то наглые, да, вот это нам очень сильно помогло, не было такого, что там, как, наоборот, типа, да яо. Как-то вы такие прямолинейные все эти спортсмены, такие, ну, че там, нормально? Ну, типа того, да, вот так пришел, на самом деле, там ни с кем никогда не общался, а ты такой, ну, че ты, да я там уже, да, у меня там девчонок, да, там, да. У меня уже там, ну, сто человек было. Да, на самом деле, первый раз ее видишь и не знаешь, что это, да, это правда такое было. Ну, ты как-то начал ухаживать? Они не серьезные, нет, я как бы старался, у меня просто как бы появилась девушка, скажем так, и я как бы такую во взрослую жизнь начал с ней там списываться, созваниваться у нас, когда свидание, куда поедем, вот так, на детском уровне. А тебе вообще все говорят всегда, как о суперпозитивном, таком дружелюбном человеке, что ты супердруг, супер, там, всегда готов прийти на помощь и так далее. И вот какую вообще роль в твоей жизни занимают друзья? Ты правильно подчеркнула, что те люди, которые меня знают, обо мне хорошо отзываются. Это как бы очень важно, и как бы со временем я к этому пришел, что, ну, мой круг, мои приятели, мои друзья, ну, я хочу прожить такой, такую жизнь, чтобы во мне только теплыми словами вспоминали и стараюсь сделать меньше гадости для них. Друзья... Ты вообще не делаешь никому гадости, нет, Саш? Не, ну, я стараюсь так, чтобы, знаешь, вот это можно оставить. Это мы хотели тебя убить, ты понял? У меня их мало, и вот это время, знаешь, которое все-таки получается где-то увидеться, в свободное время, то стараемся провести вместе. Ну, Паша Мамаев, да, это твой близкий друг, вы же давно дружите вместе? Да, с Пашем мы очень давно дружим. Ну, вот ты не думаешь, что ваш какой-то вечный тандем, он вечно приводит к каким-то не очень классным последствиям? Ну, мы уже проводили эту параллель, мы пришли, что это все-таки не когда мы вместе, а когда мы вместе выпиваем, вот нам нельзя выпивать, да, и после того, когда мы сейчас, Паша вообще перестал пить, и мы всегда когда видимся, то есть вообще никаких, все нормально происходит, поэтому все-таки это алкоголь было. Я не могу просто эту тему не затронуть. Что произошло в ту ночь в кофемане? Мы подрались в два раза. То, что все видели в СМИ, это как бы то, что нам хотели показать, правильно? Да. Ты сам увидел видео, которое выложили на Мэш. Да. Что ты в этот момент почувствовал? Ничего не почувствовал, почувствовал такое, знаешь, что... Почему, во-первых, это все вылезло, потому что как бы в конечном итоге в кофемане, в которой мы все ходим и прекрасно давно ее знаем, и все руководство, и всех официантов, с которыми мы хорошо пообщались, пожали все руки, пожали с потерпевшими руки. В итоге все это вылезло. Вот это было непонятно, и такое, типа, как так? А когда потихоньку уже вылезло второе видео, начали понимать, что это будет уже серьезно все, и как бы начали обращаться к адвокатам. Ни один не сказал, что нас могут закрыть. Да ладно. Да. 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 Что ты думал худшее может быть? Худшее, я думал, нас могут закрыть там, я не знаю, на несколько дней, потом нам дать кучу исправительных работ, что, я считаю, было бы как бы для меня более постыдно и правильно на тот момент. Мы думали, что, ну ладно, уже сейчас все забудется, потихоньку начнем заниматься делом, потихоньку будет серьезное разбирательство, будет все в рамках закона, и мы все-таки докажем свою невиновность. Было чуть-чуть по-другому, но конечный итог, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ребят сняли эту статью, за которую нас взяли под стражу. Соответственно, сейчас я могу смело сказать, что, как говорили адвокаты изначально, и как мы это все видели, это было верно, и нас не имели права взять под стражу. В какой момент ты понял, что вас, скорее всего, закроют? После суда. Нас закрыли сразу, но это следственный изолятор временного содержания, он обычно закрываете по закону на два дня, на двое суток. И я думал, после этого нас везут в суд, и суд нам изберет меру, ну, как минимум, там, невыезд со страны. Но нас закрыли, причем нас скрутили, скажем так, очень быстро. Ажиотаж был сумасшедший, и он, как бы, знаешь, мы думали, что он будет гаснуть, а он только разгорался. Он только разгорался. Месяца два-три он только разгорался. Первые два месяца были тяжелые в плане того, что, типа, непонятки, почему нам не дают там видеться с родными, почему нас там, нас вообще закрыли, почему следствие такое, ну, ужас просто. Почему мы в 70-е упали из 2000, там, какого, 20-го, 19-го. Почему настолько все это у людей, спортсменов, да, у которых организация, режим, как бы, во все выстроено, ну, практически так. Знаешь всегда, почему мы попали в такую дыру? Почему люди настолько непрофессионалы, и там, как бы, тебе говорят об одном, и ты еще сидишь, и еще оправдываешься. Ты говоришь, что было так, а тебе говорят, да не, было так. Ты говоришь, что, а для чего суд доить? Ну, смысл? Мы просто могли бы нам сразу сказать, там, слушайте, получите полтора года, езжайте, отбывайте. Ну, как бы это было, получите. Какой-то цирк был. Ну, цирк, реально, знаешь, ты там переживаешь, ты, как бы, борешься за это все. Ты, там, нанимаешь адвокатов, адвокаты, там, находят все эти экспертизы, там, эти люди все там делают, там, по губам расшифровывают, удары, куда приходится, показывают. А как бы, судья такой, типа, ребят, ну, успокойтесь. Ну, вот в какой момент ты понял, что это все бесполезно, и надо расслабиться, и просто ждать, что вот сейчас? Ну, вот, наверное, месяца через четыре. Мы понимали, что нас никто не выпустит, уже мы понимали и выбирали, сколько лет, на сколько лет мы будем согласны, да, сколько лет нам дадут, как бы, и честно, у нас уже мысли, когда нам прокуратура нас обвиняла и зачитывала приговор, не приговор, точнее, а в чем нас обвиняла прокуратура, честно, Лауре, я когда это все слушал, у меня такое ощущение было, что я устроил три теракта, я взорвал, я не знаю, просто полстраны, я переубивал кучу народу, в чем меня обвиняли, я просто сидел, слушал, и у меня, я просто думаю, если мне сейчас за это обвинение хотя бы пять лет дадут, и то я соглашусь, ну, честно, там просто такой ужас был, просто, что зачитывали. Ну, и все, и потом, когда нам запросили там полтора года, как бы, ну, мы выдохнули, потому что дома оставалось реально там не так много, и что все-таки у нас есть ясность, когда мы выйдем, мы в этом, считай, до Нового года успевали попасть домой, и уже прям вообще, так, знаешь, все, камень с плеч упал, хотя мы еще должны были уехать на сам лагерь, да, и там еще отбывать на Казани. Слушай, а думал ли ты, что это может крест на карьере твоя поставить? Были такие мысли изначально, потому что, знаешь, наше дело, повторюсь, что оно не похоже на другие, вот даже с тем же Ефремом, сейчас, как бы, знаешь, смотрю, как это все происходит, и как мы себя вели, мы понимали, что это не от нас зависит. Ну, представляешь, у меня лежит в суде два тома характеристики моей за всю жизнь, там, от ребят, от детей, как бы об этом, когда никто не знал, сколько людям помог, там, какие операции, да, и как бы по меня обвиняют, что я там такой жуткий террорист, что меня нужно взять по стражу. Я, как бы, сейчас не беру ничьих случаев, но даже берем мы Ефрема, ну, представляешь, погибли люди, хотел он этого, не хотел, погибли люди, а человек погиб, и его не берут по стражу, он сидит дома на домашнем аренстве. Когда вот так устранишь, ну, думаешь, где справедливость. То есть кому-то это было выгодно? Да, на тот момент, да. Но ты считаешь, что ты был неправ? Да, я об этом сразу сказал. И один момент, все мы сразу сказали, знаешь, мы на следующее утро проснулись, мы понимаем, что мы неправы, мы принесли извинения не потому, что мы понимали, что что-то будет серьезно, мы не понимали, что будет серьезно. Мы просто по-человечески, потому что мы медийные люди, мы не можем себя так вести. Мы извинились, я нашел номер ИПАКа, я ему позвонил, он не брал труппу того второго водителя, я вообще не трогал, поэтому я о нем не думал даже. Хоть меня в конечном итоге обвинили, все-таки обвинения не сняли по нему. И там перед владельцем автомобиля, который чуть разбили, Ушакова, она тоже, по-моему, где-то там работала. Мы тоже как бы извинились. Ну, как бы перед всеми, знаешь, спокойно. Что вообще с тобой произошло в тот момент? Почему ты вдруг решил, в принципе, подойти и еще замахнуть стул? Знаешь, как получилось? Я до этого полгода восстанавливался от тяжелой травмы. Я очень хотел вернуться в клуб, чтобы там дальше продолжать свою карьеру. У меня это все получилось. Я как только вернулся, прошло ну буквально сколько, может быть месяц, там три недели. Я вернулся на поле, и у нас была игра же вместе с Пашей. Он приехал к нам в Петербург, и у нас была запланирована поездка, это на Сапсане сюда, в Москву. У меня за всю жизнь, ну, не было таких конфликтных ситуаций ни с кем, да? В принципе, я как бы, ну, спокойно могу с человеком поговорить, ну, как бы, и мы там решимся, расставим все точки над «и». Тут получается первый человек, который как бы видит шестерых человек, там сколько нас было, и стоит на своем, типа, я так считаю, вы там такие-то, такие-то. Это водитель. Да, водитель, это водитель. Уехали в кофемане уже завтракать, тоже непонятно, уже зачем поехали. Приезжаем, и там такая история с этим. Ну, как вот две ситуации за час, ну, значит, это такая судьба. Представляешь? Ну, тебе надо было что-то, видимо, поменять в жизни. Наверное, ну, всем, всем нам, да, кто там, нас четверо туда приехали, нужно было что-то пересмотреть в своей жизни. И вот мы туда отправились. Ну, ты пересмотрел, как ты думаешь? Да, пересмотрел. Очень большая цена вот этого правонарушения. Я теперь понимаю, как это все работает, и что может быть, знаешь, все последствия. Как бы многие не понимают, многие не понимают последствия. И, в принципе, тише, да, будешь, например, проводить свое время, наверное. Да, 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 тише проводить точно, но просто видишь, как бы, знаешь, я тоже об этом долго думал, но представляешь, кого-то там потом и вторая ситуация, там кого-то там оскорбили из твоей семьи, да, и как вот реагировать на это. С одной стороны, ты должен что-то сказать, а с другой ты видишь. Ты имеешь в виду, что Пак оскорбил тогда Кирюшу? Ну, он Кирюша оскорбил, а если Кирюша там вообще не было, я говорю, мы смотрели на видео большое, знаешь, прямо нам сразу дали из кофемани. Вот оно сейчас чем-то идет, вот я просто смотрел за собой, я ни разу не повернулся, я даже его не видел, представляешь? Да, и все, я потом смотрю, когда начала вот эта перепалка с Кириллом тоже, потом мы с ним тоже, я говорю, ты-то куда вообще полез? Там взрослые все ребята. Ты самый молодой, ты хотел тут проявить себя перед всеми. Я говорю, ну хорошо, ну зачем ты, ну промолчи, что-то еще. Ну, так сложилось. Саш, сколько твоя тренировка обойдется мне? Мне бесплатно. Мне бесплатно? У меня сегодня блат. У него чувство совести заиграло. Да, да, у него совесть заиграло вдруг. Так, ну что, Майкл, пошли вместе тренироваться. У тебя тут папа просто легенда, можно сказать, футбола. Давай. Слушай, а ты хочешь для него футбольную карьеру? Если он захочет. То есть ты не будешь наставить? Наставить не буду. У него все к этому есть, как бы, понятное дело. А, то есть ты видишь в нем какие-то данные, да? Да, да, да. Три года уже вижу. Давай. Мол, красавчик. Давай, давай, давай. Ну что, давай ты мне поворотом побьешь. Молодец. Молодец. А он понимает, что папа футболист, известный? Нет, не понимает. Пока нет. Он как раз вопрос задает, почему все люди подходят ко мне фоткаются. А, да ладно? Да, он всегда такой отходит в сторону, тебе не мешает. Сладкий. Да. Ну а если он не выберет футбол, ты расстроишься? Нет, вообще. Это я понимаю, что какой-то труд адский, поэтому если он будет рэпером, тоже неплохо. Даже неплохо. Ты его поддержишь в любом случае, да? Да, конечно. Много вы времени вместе проводите? Блин, ну как сказать много? Ну, то, что я каждый день его вижу, это уже, знаешь, учитывая, что я как бы по 8 месяцев его не видел, потом он ко мне приезжал уже. Сейчас каждый день его вижу, я считаю, что это уже много, знаю. А отцовство тебя поменяло, ты думаешь? Да, да, сто процентов. Ну, блин, как бы, знаешь, уже такие, какие и детские всякие, вот эти страхи, знаешь, лишний раз на тракцион не пойдешь на какой-то, потому что думаешь, блин, не дай бог, что. Ну, это как раз я думаю. Да! Красавчик! Слушай, а какие черты ты видишь в нем свои? Есть такое? Блин, ну, копия вообще, посмотрите, телосложение, мой бег, как у меня, да, у него такой, знаешь, прямо жилистый. Жилистый толстычок такой. Не надо сильно! Ну, как не надо сильно? А мама-то тоже, посмотри, какая форма у мамы, профессионально уже просто. Да. А характер? Характер, ну, наверное... Красавчик! Знаешь, я все-таки более помягче, чем Даша. Даша более, знаешь, такая строгая, я ему все разрешаю вообще делать. И он как бы, он поэтому мной пользуется. Ну, блин, в какой-то момент же надо будет как-то реально в строгости воспитывание. Я думаю, он до конца все ночи не осознает, что происходит. Плюс для него, прикинь, как это все новое, 3 года. Не, я вообще говорю, когда он подрастет, я имею в виду, в какой-то момент... Не, да, да, но с ним нужно, когда он будет уже прямо полностью там в этом все понимать, происходящее, что происходит, поговорить, объяснить всю ситуацию, сказать, сынок, если ты выбрал, то будь добр, соответствуй, там, никто за тебя не будет ходить, что-то договариваться, как за меня, никто никогда такого не был. Ну, да, у него же уже, по сути, другие условия жизни, такие, как у тебя были. Ему будет сложнее найти мотивацию, на самом деле. А вот как сделать так, чтобы он был мотивирован? Ну, вот разговаривать, объяснить ему, то, что сынок, будь добр, сейчас мы на тебя работаем, потом ты на нас. Где ты хочешь, чтобы он жил? В России? Не, ну, в идеале, если бы, конечно, заняться спортом, у нас, знаешь, так мы почитали, и если мне там позволит, там, здоровью еще там поиграть, там, 5-6 лет, как раз я буду заканчивать, ему уже будет 7 лет, то есть можно спокойно определяться, там, да. В идеале, конечно, это было бы где-нибудь, если бы мы хотели отдать его в школу серьезную, ну, где-нибудь, не знаю, попробовать свои силы, там, Испания еще где-нибудь, в ту же школу Барселоны, знаешь, почему не отвезти и там начать весь путь, чтобы там профессионалы все сказали, что у нас вообще по будущему. То есть ты, по сути, готов свое будущее, да, там, посвятить в дальнейшем, да, там, его карьере? Да, да. Расскажи вообще про распорядок дня у вас в СИЗО. Прогулка у нас была где-то, вот я говорю, с 8 до 9 часа, это, знаешь, маленькие такие дворики ужасные, тебя в них выводят, и ты час просто туда-сюда входишь. Ну, там, в чем прикол, ты, когда туда выходишь на прогулку, рядом твоих подельников, сокамерников, вот ребят, брата могут вывести, могут вывести, с нами был Саша Протасовицкий и Паша Мамая, вот нас четверо, ты можешь через крышу, так, через сетку с ними общаться, вот это круто, да. И мы выходили рано, знаешь, хоть и спать хочется, тебя поднимают, но ты выходишь, так с ними, знаешь, общаешься, и такое настроение нормальное на весь день. И все, и ждали, все, СИЗО ты закрыт, вообще ждешь следственных разбирательств. Когда к тебе приходит адвокат, тебя поднимают наверх в маленький кабинетик, и там либо ты с потерпевшим кому-то что-то сделал, разбираешься на мощные ставки, либо просто с адвокатом какую-то там свои схемы устраиваешь, и все. Ну и благо, что нам позволили, тоже ажиотаж очень большой в прессе был, что нам позволили заниматься, нам развести по спортсменам, отнеслись хорошо, нам позволили ходить в зал, и мы очень много занимались в зале. Ну вообще, к вам, в принципе, было какое-то особенное отношение там, или такое же, как ко всем? Знаешь, как правильно сказать, в рамках закона оно было обычным, обычным, но, наверное, чуть-чуть, из-за того, что мы были под присмотром, и внимание было повышенное к нам, и нам больше позволяли за счет того, что, наверное, боялись всякой этой прессы, что мы что-то можем сказать, что нас там не выявили, а в рамках закона мы делали то, что можно делать в рамках закона. Что вы там ели? Ты поправился там, на сколько-то килограмм, там все писали толстый кокорин. Да, я поправился, потому что у меня была маленькая камера, 6 квадратных метров, и сейчас, в наше время, там есть услуги такие, заказывать еду через интернет, и, понятное дело, у кого есть возможность, там, да, все переживали, чтобы мы хорошо кушали, и нам заказывали там вплоть от болельщиков. Да, там, понятно, заканчивали с семьей, передавали еды. Ешь там по 3-4 раза в день, потому что нервничаешь, либо... И особо не двигаешься, получается, да? Особо не двигаешься, да. И от этого набрали. Когда вас перевезли уже на зону, вот расскажи о своих впечатлениях. Шок? Как в кино все? Или хуже? Блин, ну, то же самое, знаешь, могу сказать, что нам очень сильно повезло, что мы медийные люди, как бы, и что боялись что-то с нами сделать. Поэтому отношение было замечательно, и начальник колонии замечательный, начальник, он очень давний поклонник футбола, и он болеет за московское «Динамо». Да, он болеет за московское «Динамо», но там не знаешь ни к тому, что мы там сейчас сидели у него и разговаривали про «Динамо». Он просто любит спорт, и там тоже был график. Вот там прямо расписание было на весь день, что ты должен, работы. И там вот вечером была тренировка с 6 до 9. И вот он нам позволял 6 до 9 вообще выходить на спортгородок, и прямо вот мы 3 часа там играли. Тренировались, играли. Вот это было прямо супер. У нас же было там несколько матчей, несколько турниров, мы с сотрудниками там играли. И еще было очень приятно получить, у нас даже была статистика, знаешь, там Эрик знаменитый Давидович отбывал наказание тоже в СИЗО. У него пришло 10 тысяч электронных писем, ну там поддержку, либо не поддержку, не знаю, за все время. Нам пришло около 6, ну как мне, я про себя говорю, около 6 тысяч писем. В Новый год мне сотрудник сказал, что как бы на всю тюрьму столько поздравлений с Новым годом не пришло, сколько тебе. Да? А ты все читал? Я все читал, тем самым, знаешь, разгружал свой день и очень много времени съедал. Всем, когда знаешь, ты прочитаешь, вникни себя в эту историю, кому-то отвечаешь, и ты знаешь, сколько время убивает. То есть я в день там 300 писем мог ответить, это прямо очень много, это очень много, это там часа 3-4. Убил, знаешь, так вымотался прямо и все, и лег спать. Ну а кто вот неожиданно написал? Взрослой бабушке и дедушке. Бабушка была на блокаду, я где-то про нее высказывался, но она мне так сильно запала в душу. Она там блокаду пережила, ей 95 лет, она очень сильно переживала, поддерживала. Я помню, ты мне рассказал про кого-то мужчину, который убил своего ребенка, что на стенку его куда-то как-то там... Ну, знаешь, мы когда погрузились, естественно, нам было все интересно. Все любые жизненные ситуации, ребят, много, куча историй, представляешь, там со всей страны людей, столько историй, за что, кто, убийства, там... И нам было очень интересно про пожизненных людей, которые там находятся, знаешь, все время. И там батюшка приходил, мы с ним часто общались. Я говорю, расскажите про пожизненных, вот вы к ним ходите, хорошо с ним. Вы, говорит, рассказывайте, что вы хорошо с ними дружите, расскажите, как они вообще держатся, как. Он говорит, слушай, такие же люди, говорит, как бы так же улыбаются, так же, говорит. Понятное дело, что они просто перестраиваются на то, что ты никогда уже отсюда не выйдешь и как бы обустраиваешься в максимальный уют там. И, ну, живешь спокойно. За ними, знаешь, еще следят больше там, потому что боятся, чтобы они жизнь самоубийством не покончили. И то есть за ними вообще там присмотр такой сумасшедший. Бабушку видел, 70 лет. Представляешь, бабушка? Знаешь, за что закрыли? Мошенница самая, 70 лет мошенница в банке работала. Она уже сколько-то там сидит, наверное. Она там сидит, но тоже вот такие, знаешь... В банке работала, там мухлевала, да? Работала, да, даже если она мухлевала, но это же тоже можно под разбирательство закрыть ее дома бабушку. Ты считаешь, что ты потерял год жизни? Это как армия, знаешь, только более такая мужская, суровая. И как бы чуть-чуть, чтобы в себя прийти, вот там можно оказаться. Но тебе полезно было? Мне было полезно, но если бы это было, знаешь, я как бы повторюсь, если бы действительно это стоило того бы, и там действительно так супер преступления, вопросов не было. Но так как я видел другие дела, как шли, как людей не закрывали, поэтому чересчур все это. Чересчур согласка, чересчур в этих разбирательствах, эти прессы, ну как бы сильно чересчур. Ты там упаковщиком был? Что упаковывал? Да. Блин, как они называют? Каспера. Каспера — это такие, знаешь, комбинезоны для... Я не знаю, я никогда не видел, для людей, которые, знаешь, на всяких птицефабриках работают, там коров дуют. Были люди, которые это все шьют, это как раз наш лагерь держался на том, что шили эти Каспера, мы упаковывали и передавали. Они там сколько-то еще чуть-чуть стоят, то есть какую-то норму нужно в месяц выполнять, и потом это все отправляется. То есть работы не останешься, Саш, если что, будешь упаковывать все. Нас научили, да, и то есть норму свою, будь добр, выполнять. Слушай, какой жаргон у тебя появился после выхода из тюрьмы? Новые словечки какие-то ты там выучил? Ну, мне всем интересно было, да, как это все называется, потому что это же свой язык там, да, якобы, якобы об этом никто не знает, но на самом деле об этом уже как бы все знают, и то, что ты общаешься на жаргоне тюремном, то есть это тоже все понимают. Много... Ну, какие ты это используешь сейчас в разговорах? Ну, я шуточно могу использовать. Вот это, знаешь, называется весло, ложка. Ложка — это весло? Да, я могу так посмеяться с Пашей, мы собираемся, да, там, подай весло. Ну, так вот. То есть только вы понимаете, да? Ну, кто понимает, да, так пошутить. Тоже, знаешь, такой момент приятный, все-таки ситуация такая конфликтная, и когда всех допрашивают, идет разбирательство дела, многие же там ссорятся, на друг друга там наговаривают, там, знаешь, такого-то он виноват. Тоже прошли, там, нужно отдать должное, да, там, Кирилл маленький тоже, там, настолько по-мужски все прошли эти суды, все эти разбирательства, все эти допросы, что, ну, как бы, знаешь, настолько сблизило, и как бы можно быть уверенно в этом человеке на всю жизнь. Почему вот именно к тебе все-таки такое было отношение? То есть прикован взор всех был больше к тебе, и самое главное, что я помню, когда, там, тебя допрашивали или что-то еще, показывали тоже видео, где ты улыбаешься. И все ждали, видимо, от тебя, что у тебя будет другая реакция, что ты будешь плакать, не знаю, как-то вот грустить, там, ну, какую-то другую эмоцию дашь, а у тебя была улыбка. Ну, это какая-то защитная реакция, правильно понимаю? Это не защитная реакция, это просто весь это был смех на самого начала наших разбирательств, это следствие. Я это видел только из кино, как и все мы, как это приходит серьезный дядька, да, какой-нибудь крутой актер, который, там, раскалывает за две минуты, там, ну, такие дела разбираются, ну, реально, там, знаешь, ну, все говорят, что это суперлегкое дело, когда есть доказательства. Если бы этого всего не было, это бы было тяжеловато, а когда все есть, и оно разбирается полгода, ну, кого-то, вот, Ефремов тоже так же пример, да, три месяца, у нас полгода, когда все, все было, то есть, и мы свою вину признали, в принципе, потому что, я говорю, я это делал, а в плане того, что вы хотите, что у нас была группа лиц, которая сговорилась, приехала в кофеманию, распределила свои роли, кто что будет делать, кто как бить, я говорю, извините, мы этого не делаем. У нас с самого начала начали провоцировать, там, ребята, всех свидетелей, знаешь, там, закрывали по 16 часов, они, там, допросы брали, потом меняли это все, у всех допросы под копирку, там, три нужных предложения вставлено, у всех, у всех три предложения, там, это есть. И я улыбался, пришла женщина, вот, знаешь, Петровка, там, какая-то, там, 38-48, когда они приходят, и вот они, такие люди, она приходит, она приходит, там, к убийцам, еще кому-то, там, она приходит камерой, я говорю, а для чего камера, я говорю, попросил, можно на нас, как бы, там не снимать, там, ну, мы находимся, там, вообще, они, по-моему, даже не имели права, это я не буду сейчас спорить, по-моему, не имели права нас снимать, как нас задерживали. Она приходит с таким, этим, там, ликом, ну, что, сейчас, там, у вас всех позакрывают, там, представься, кто ты, что ты, там, вообще. Я сидел на нее смотрел, и, как бы, она говорит, она, ну, даже она мне обещала, это видео пойдет для ихнего архива, какой-то там, что это когда-то было, ну, это все, все их личное. Я сижу на нее смотрю, молчу, и, то есть, она ждет, что прямо, знаешь, я отдам какую-то эмоцию, что-то ей скажу, начну грубить. Я сижу, и вот она минуту просто снимает, ничего не происходит, я сижу на стуле вот так вот, я, там, какие-то вопросы, я говорю, задаю, ну, все, закончилось, для чего вы это делаете, для личного архива, ну, такие разговоры, и, в итоге, это все в интернете. Ну, как бы, мы об этом понимали, даже, когда нам, там, в наручниках меня потом сфоткал тоже следователь, я понимаю, что ему за это сильно прилетит, но это появится. Мне кажется, у многих было такое отношение, типа, вот, по делам вам. Да, когда я с этим совсем столкнулся, я понимаю, что вообще все, что показывают по телевизору, нельзя вообще ничего обсуждать, то есть, ты не имеешь права, потому что ты не знаешь, как это происходило, что было там. Ты можешь только после того, когда ты вот собрался, посадил его, его, да, и вот, вот, вы поговорили, обсудили, как, в принципе, и происходит это, да, когда вот личная очная ставка происходит, знаешь, это же очень интересно, на самом деле, в судах. Ой, вот расскажи, как это было. Ты же об этом даже не думаешь, что в суд потом вызовут всех, и те допросы, которые, там, ты давал полгода назад, по тем, ты будь добр за них ответить, а когда ты понимаешь, что самое тяжело дать допрос, повториться, второй, там есть второй допрос, в суде, когда ты его даешь, когда с тобой судья разговаривает, там, прокурор, очень тяжело повториться, о чем ты говорил полгода назад. Если ты обманул, ты никогда не повторишься, вот пришел, там, этот водитель, слушай, он раз в 40 ошибся, уже все смеялись, ну, реально, я уже судья говорю, ну, это же реально цирк, ну, не может быть такого, он пришел, били в грудь, болит голова, а что голова болит, по голове ты уже били, так, а почему в допросе вы сказали, там, били по ноге, по ноге тоже били, там, ему говорят, ну, все-таки, в конечный итог, куда, о, у нас сегодня просто круто. Видишь, Саш, как бы, напряжение не выдерживает даже наши лампы, били, вот у нас лампы даже падают. Главное, чтобы ничего не разбили. Били по ноге, я говорю. Все, все. Класс. Били по ноге, там, как бы, знаешь, экспертизы подтвердили, что там всего было 4 удара, он говорит, меня там били 100 раз, и как бы, ну, это же не может быть так, это же серьезное все делает, нас в этом обвиняют, нас за это будут судить. Паша изначально, знаешь, там не то, что откупиться, предложил там какие-то деньги, там, возместить ущерб, все отказались, зато потом, когда дело закрылось, когда они поняли, что уже все, ну, там, отсудили нас, прислали свои реквизиты, а вот не можете, вы нам, помните, вы нам деньги обещали, он говорит, слушай, иди в суд, иди, да, проси. Ну, такие глупости. Слушай, ну, первый день, когда ты вернулся все-таки в Москву, что ты почувствовал вообще, вот, опиши, расскажи про этот день. Первое, что я хотел сделать, приехать, ну, самая важная вещь, наверное, это в душ сходить в хорошей, поспать на хорошей кровати, ну, и покушать вкусную еду, прям, такую ресторанную, знаешь, от которой вообще соскучился, либо какой-то домашний. Какие все-таки глобально ты для себя сделал выводы, для чего тебе нужна была эта ситуация? Ну, наверное, более, чтобы, как я, наконец, концентрировался на своем деле максимально просто, чем занимаюсь, на семье, на своем деле, на близких, родных, на друзьях, и все, как бы, знаешь, вот в этом направлении, чтобы меня не вот это не несло, то туда, там, какой-то скандал, еще куда-то, и была мысль как раз за все эти мои скандалы, какие-то истории, вот этот 11 месяцев, они мне как раз за всю жизнь. Наплюсовались, и вот я все-таки это отбыл наказание, обнулился, скажем так, может быть, так. У тебя какая-то была прям затяжная, мне кажется, черная полоса, она только недавно закончилась, или она не закончилась, как ты думаешь? Не, ну, я надеюсь, что с того момента, как, когда я оттуда все-таки выехал, у меня началась белая, и как бы все хорошо, да. Да, но смотри, вот все-таки тебя отправили в Сочи играть. Да. Как мне кажется, ты все равно это воспринял немножко как такое тоже, ну, не наказание, но как бы продолжение чуть-чуть. Да, да, знаешь, как, я когда там находился, думал вообще, вдруг я не продолжу вообще карьеру, представляешь, могло же было так, там, например, я там три года отбыл бы, и вообще не смог, поэтому я к этому был уже готов. Я больше сконцентрировался, что у меня есть ребенок, да, там семья, и как бы все здоровы, живы, и брат там рядом, даже вот он отбывал наказание, но он рядом, да. И, блин, я задумался, наверное, вот это все важное, да, как бы, ну, самая главная вещь в моей жизни, все хорошо. С карьерой, ну, как получится, так получится, и у меня она ушла, так, знаешь, на второй план. Я, блин, не знаю, пропустил много, была операция, смогу вернуться, не смогу, постараюсь, получится вернусь, но не получится, буду другим чем-то искать себя. Возвращаясь к клубу, наверное, из Петербурга, да, не очень был понятен их посыл, когда они меня так поддерживали все это долгое время. А в итоге, когда я уже вернулся, все хорошо, они так поддерживали, знаешь, я еще тогда там, там еще, а тут, по-моему, высказывался. У Паши же было наоборот, с ним Краснодар, его футбольный клуб разорвал сразу все, они разошлись миром, они сказали там, просто ты не можешь здесь находиться, иди в другой клуб, играй, пожалуйста, и, а у меня, я как-то тогда на них, знаешь, такой еще злой был, типа, ну, как моего друга, так, подставили, не подставили, неправильно, а не поддержали в такой тяжелый момент, разорвали, а по факту я сейчас понимаю, что, как бы, они все сделали намного красивее, прозрачнее и правильнее, чем мой бывший клуб, руководство я был, по факту, не нужен, знаешь, и они, как бы, по этому, в открытую боялись сказать, и вели, вели себя так, знаешь, непонятно, а потом, когда я, представляешь, вернулся, все хорошо, а у меня, знаешь, еще какой момент такой, понятно, ты не знаешь об этом, меня не заявили сразу, там такая ситуация, падает. Пусть лежит, да, да, пусть лежит. Тогда уберите просто куда-нибудь ее, лежа, вот туда, пусть она лежачая и идет туда. Давай, Саш, налей нам чайку. Да, теплый же. С тобой бахнем. Чифир, 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 это. Чифир? Это чифир. Это чифир? Да, это весло. А это весло. Да. Чифир и весло. Ну все, я теперь тоже буду говорить на жаргоне. И что ты говоришь, значит, не заявили тебя? Да, там такая ситуация была, что был шанс, чтобы меня заявили, и я сразу, получается, выхожу, чуть-чуть тренируюсь и могу уже играть. Знаешь, ну как бы ничего не было, все, играю. Меня не заявляют. А если меня не заявляют, следующие мои официальные игры начнутся только уже в следующем году, через полгода. А там, ну, единственный плюсик был того, что это был перерыв в декабре. У нас всегда этот отпуск, мы как бы уехали, знаешь, об этом не думали. Там чуть-чуть потренировался, отпуск, и потом уже с командой начинаю готовиться. И все, я уехал в отпуск, все перезагрузилось, все восстановили, все хорошо. Приезжаю на сборы, на сборы в очень хорошей форме, играю. И мне сообщают о том, что как бы я им не нужен, но будь добр, поедет в Сочи. Причем ты это узнаешь вообще из пресса? Я узнаю это из пресса. Мне звонит руководитель, не руководитель, а президент Сочи. Со мной общается. Я с ним в хороших отношениях. Это Борис Антеберг. И я говорю, Борис Романович, причем уважение. Я говорю, но я его давно знаю по Динамо, он у нас был президентом. Я говорю, с вами, у меня с вами-то все хорошо всегда, все хорошие отношения, но почему я сейчас с вами разговариваю? У меня есть мой работодатель Зенит, да. Пусть они мне об этом скажут. Ну и все, подвели к тому, что мне сказали, что я как раз уже, как мы эту подробную историю... У Евгения Савина, да, красава? Да, на канале как раз я хотел тогда высказаться, потому что, знаешь, многие люди за меня переживали, и всем было непонятно там. И я просто понял, что я не могу как бы списать все это на меня, что это я тут такой-сякой, тут ко мне никаких претензий, я об этом высказался. Вроде бы мы закончили на этой волне, но был второй приход, вторая волна, которая оказалась еще такой, знаешь, финальной историей. И тоже мы ее перешагнули уже сейчас. То, что они не продлились с тобой контракт? Они мне обещали, что да, когда я вернусь из Сочи, они очень просили меня, чтобы я туда уехал, чтобы я там поиграл, чтобы я, когда пришел в Сочи, Сочи был на последнем месте, и оставалось 12 игр. И то есть могли, Сочи могла вылететь, да, в нижний дивизион. У нас все получилось, мы сыграли отлично 12 игр из 12, а мы последние не доиграли из-за коронавируса, да, ребята заболели. Ну, из 10 мы две игры проиграли, команда была на последнем месте, остальные мы сыграли все хорошо игры, побеждали, ничего, играли, сохранили прописку в премьер-лиге, остались, и все. Тут я на родостях думаю, что все, я возвращаюсь в Питер, меня там ждут, мы задачи все поуполняли, я отыграл, так и так, а мне говорят, что ты знаешь, не, вот та история, которая тогда была, ну, когда здесь на русский язык перевести, что мы в тебе не заинтересованы, контракт мы тебе предлагать не будем, и все. Ну, я говорю, зато честно. Саша, у тебя получается новая глава начинается в твоей биографии, это ты стал игроком футбольного клуба «Спартак». Мне кажется, неожиданно для тебя самого, нет? Ну, знаешь как, лет пять назад это было тяжело представить, потому что все команды, в которых я был, они прямо конкурировали, знаешь, и прямо «Спартак» был раздражителем для всех. Не то, что для них, вообще для всех раздражителей, знаешь, потому что команда, за них все болеют, в Москве. Но я настолько столкнулся с такими ситуациями, знаешь, жизненными, которыми никогда нельзя вообще что-то, о чем-то зарекаться и что-то говорить, планировать, знаешь, что-то глобальное. Так получилось, что я сейчас здесь, да, и как бы очень доволен и счастлив, как все произошло. Насколько профессионально все было, знаешь, быстро. Я понял, что я хочу вернуться в Москву, хочу, ну, правильно ты сказала, новый вызов, да, в карьере, новый этап, который как бы есть мое видение, как я хочу, ну, чтобы дальше было, и оно связано как раз с «Спартаком». А какие были еще предложения? Блин, ну, наверное, знаешь, как бы об этом уже говорили. Были предложения в России много. Я остановился здесь, и, как бы, я говорю, мне на 4 года здесь контракт, обязательство, и я хочу максимально там отдаться этому клубу. Контракт хороший подписал? Контракт хороший. Хороший? Да. На 4 года? Контракт на 3 года, ну, можно быть, пролонгаться еще на 1 год. Ну, то есть, соответственно, 4 года. Да. Да, может быть. Какая сумма от «Дракта»? Это же мы, помнишь, с тобой обсуждали? Нельзя говорить? Нельзя говорить. Черт, а в прессе говорят 3 миллиона, 3,3 миллиона. Неплохие деньги. Ты хочешь за сборную поиграть? Конечно. Да? Конечно. Ждешь приглашения? Ну, да, жду, конечно. И, ну, как бы, многое об этом, знаешь, для меня это для самого, вот, это полное возвращение в футбол. Я хочу начать играть в «Спартаке» и хочу вернуться в сборную. Для меня это будет прямо идеально, знаешь, то, что, как бы, для себя, то, что я смог, там, из тяжелой ситуации, вернуться полноценно. И, как бы, для спортсмена это будет такая финишная история, что у меня получилось, я вернулся, и там, а дальше буду заниматься, там, все от меня зависит. Но ты волнуешься? Я не волнуюсь, я просто переживаю за ногу, потому что, блин, я давно не травмировался. И так чуть-чуть повредил, и я забыл уже, как это восстанавливаться. И просто переживаю, что, если с ногой будет все хорошо, то, да, будет все нормально. А ты вообще можешь себя представить тренером? Пока нет, Лаура. То есть это, как бы, многие... Многие об этом говорят, и, как бы, знаешь, это совершенно разные. То есть можно подумать, что, как бы, это все легко, знаешь, но это совершенно разные работы. Это не так все легко, и то же самое, на это нужно выучиться. Когда ты забиваешь гол, о чем в первую очередь думаешь? Ну, я всем голы как раз малышу посвящал. Да, у тебя такой фирменный жест был, я ему, ну, блин, к сожалению, я думал, пока не понимает. Хотя сейчас ему уже говорят, как папа гол празднует, он так сам показывает. Хотя он не понимает, что это значит, он так вот так просто становится и так стоит. Да, ну, со временем, я не знаю, как, что-нибудь. Фирменного жеста никогда не было. Единственное, я говорю, когда он появился, все голы ему посвящал. Как ты хочешь запомниться в умах болельщиков? В умах болельщиков? Ну, наверное, максимально попробовать убрать все эти истории, знаешь, которые были вокруг меня, скандальные. Чтобы они мне запомнили, я хорошим спортсменом, да, который там играл за страну, играл за хорошие клубы и как бы принес пользу клубу. Играл там за сборную хорошо, наверное, так, а не так, да, что там вокруг него все время какие-то скандалы были. К 30 годам с чем приходишь? Блин, ну, с полным комплектом, да. Покушать есть, что квартира есть, ребенок есть. Поэтому полный комплект, жаловаться не на что, честно. Что поддерживало в тот момент вообще тебя, не впасть в депрессию и какую-то бодрость в дух, а сохранить? Ну, вот две вещи, наверное, да. Это характер мой и то, что вот как раз все-таки мы спортсмены, мы в режиме живем и как бы нас не пугает расписание, да. Там тяжелые какие-то там условия, в которых мы все равно находили, как поддерживать хорошую физическую форму. Ну, вот жили вот сегодня так, да. Нужно там максимально сосредоточиться на сегодня там и потихоньку уже ждать, что там разберут. Не было дней у тебя таких, где совсем опускались руки, хотелось, не знаю, там поплакать? Не, ну, какие-то депрессионные моменты. Там лежишь, да, вверх смотришь, там день изо дня одно и то же. Как бы, наверное, там какие-то такие дни бывали, но надо гнать было подальше от себя. Вы раньше дружили с Федей Смоловым. Ну, мы еще дружим. Сейчас вы общаетесь тоже. Не так близко, мы просто, мы когда в Динамо были, он был на год старше меня, мы жили вместе на базе в Новогорске. Нас поселили, и мы такие два маленьких таланта на тот. У Федя хорошо выделялся, я выделялся. И нас как бы вместе соединили, мы тренировались в основной команде и жили вместе. Года, наверное, 3-4 мы вместе прожили. Ну, и в какой-то момент вы все равно, вы же не общались в какое-то время, да? Ну, мы не общались, знаешь, у нас не было никаких там скандалов, еще чего-то. Просто, ну, Федя, я тоже видел, он об этом, наверное, правильно, то, что у него появилось там тоже какие-то отношения начали появляться. С Лобаревой. Ну, и с Викой, да. И у меня появились отношения, и как бы мы меньше стали так. Ну, и все равно за столько лет там друг другу уже надоели, знаешь. Когда вот вся эта история произошла с вашими выступлениями, так скажем, в кофемане, он тебя поддержал все равно. Ну, как бы, то есть он выложил пост, в котором он написал, в принципе, слова поддержки. Ну, как, он не сказал, что там ты прав был, понятное дело, что ты был неправ. Но он, по крайней мере, как-то вот высказался. Ну, я считаю это правильно. Это, понятно, это дело личного, каждого, да? Вообще никому никаких претензий не было, да? То есть захотел, выставил, но это твое отношение, да? То есть и я, если бы, не дай бог, у него что-то произошло, поступил бы так же. Потому что, повторюсь, мы прожили кучу лет вместе, и как бы что-то не было там, да? Мы когда-то что-то ругались по мелочи, но, блин, у нас много столько общего, и там, и семьи мы знаем друг друга. Поэтому все-таки он не близкий человек. Да, но не все так поступили с теми, с кем ты общался. Мне кажется, например, Зюба. Не все так поступили, но я повторю, что, Лауре, как бы тут никакой не может быть обиды, да? Многие были всякие обстоятельства, в которые, может, чего-то я до конца не знаю. Я знаю, что футбольный клуб «Зенит», например, предупредили сразу, что никто не может высказаться. Вообще никто. Вплоть до там расторжения контракта. Поэтому кто-то не хотел лезть, да? Получается, никто из «Зенитовцев» не выкладывал? Нет, все равно. Кто-то выложил, я помню. Иванович, Бронислав Иванович, капитан команды, на тот момент прям отдельный респект, высказался вообще, как считает нужным. Он говорит, что мне ваши... никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать. В этом ничего нету. Там твой... мы играли, например, пару недель назад вместе в команде, сейчас он попал в тяжелую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею свое личное мнение. Я считаю, что это правильно. Но ты расстроился, что Артем Дзюба ничего не выложил, не написал? Да нет, я не расстроился. Я расстроилась за тебя? Я понимаю, конечно, что это непопулярное было решение, там, мнение выложить и сказать, что, типа, ребята, держитесь там, все говно, а вы молодцы. Нет, ну это вещь из той истории, я говорю, я не могу комментировать, как бы, я ни с кем не был на связи, я не знаю, что было вначале, обратно возвращаясь. То есть, он капитан сборной, да, у него там большой турнир прошел хорошо, у него все хорошо в Питере, да, мы дружим, попросили в клубе ничего не выставлять, не говорить обо мне. Ну, тоже тяжело слушаться, да, с одной стороны, поэтому не знаю, я говорю, что у меня никому претензий нету, я говорю, не знаю, не знаю, как бы кто бы поступил. Я не огорчился, да, ни на кого. Ну, а сейчас вы с ним общаетесь? Ну, общаемся, ну, просто, видишь, мы разъехались, как бы, так меньше, но общаемся. А вот в прессе, например, тоже периодически я просто смотрела, тоже наблюдала за всем, там, Градский высказался в поддержку, ну, знаешь, какие-то такие неожиданные герои. Много было людей, нам, мне адвокат изначально, когда я ко мне приходил, он мне распечатывал прямо выписку за неделю, прямо принесет том такой, знаешь, читай прессу. И меня поражало, знаешь, там люди вообще, там, ну, с одной стороны, я понимаю, как сейчас вот смотрю, да, какие-то дела, все хотят высказаться, залезть, типа, вот я тут тоже, есть такой, да, там знаменитый, ладно, а есть, которые люди вообще неизвестные, ну, как бы, понятно, мы их там слышали когда-то, и все хотят залезть и высказать свое мнение, вот просто у меня вот это было непонятно, вот всем нужно высказаться, вот я так считаю. Рамзан Кандыров, знаешь, вот как, если говорить о своем мнении, в первый день сказал, типа, я так считаю, там, да, дураки, там, дай их наказать, там, по закону, ну, там, в случае, что случится, готов взять на работу, ну, по-мужски, по-мужски. А сейчас ты, когда встречаешь каких-то людей на улице, кто-то к тебе подходит, ну, говорит о том, что ребят, ну, там, Саш, классно, что ты вернулся, классно, что ты играешь, что-нибудь было такое? Ну, знаешь, как я скажу, так, если провести, наверное, параллель моей узнаваемости и то, что вообще кто-то меня знает, после этой ситуации, оно, как бы, выросло процентов на 50, то есть люди не могут знать, могут не знать, как Орена, но то, что, как бы, этот спортсмен, которого закрыли, там, из-за удара, это знают все. Ты с той стороны, Лаур, или ты хочешь, как министр? Я хочу, как министр, подожди, дай-ка, я взгляну, тут, что у тебя. Нормально ты так здесь устроился? Хорошо все. Нормально? Какую музыку ты слушаешь в тачке? Что ты там слушаешь? Разово. Смотри, покажи мне. По настроению. Какое у тебя настроение сейчас? Радио, фоновое. Фоновое радио? Ну, блин, а в караоке поешь? Не, я давно уже не пою. Не, ну, короче, ай. Не поешь в караоке? А если бы спел, то что бы пел? Кого бы спел? Шансон. Шансон? Да. Серьезно? Ну, конечно. После такой истории в тюрьме я сидела сейчас, как знаешь, блатной такой. А вы Михаила Круга? Да, я Круга очень люблю, кстати. Да? Да, все альбомы, все песни. Прикол. Не, по настроению, да, могу Круга слушать, могу слушать новые популярные всякие песни. Ну, это же кто нравится из молодых артистов? Блин, ну, я с Егором дружу, Егора слушаю. Егор Круг? Все же новое, да. У этого хороший альбом вышел. Слушали как раз в Сочи. Такое, скажем, лето на Фрауне. А, а ты, кстати, с ним знаком, с Фрауну? Блин, я знаешь как, я когда был в Динамо, он был маленький мальчик, который тоже занимался в школе Динамо. И я очень хорошо, хорошо дружил. И как бы с ним, я больше с его отцом. У нас свела так судьба, да. И потом, после этого, как у него все это пошло, вся эта карьера, он начал петь, я мы с ним никогда не виделись. А с Элджейм, по-моему, он выступал, да, на каком-то мероприятии, которое ты организовывал? С Элджейм, да, знакомый. Он выступал на мероприятии, которые мы организовывали. Он тогда как бы не настолько был популярным. А вот мы с тобой слушали недавно, смотришь, хороший трек вышел. Да, у Андрюхи отличный трек вышел, беги, всем смотреть, слушать. А что там рассказывал Гена про историю с ДПС-никами? Знаешь, там совсем другие сотрудники, это тоже очень сильно в глаза бросилось. Останавливает тебя всегда, знаешь, всегда с позитивом, прямо супер добрый, поговорить, как дела. там, какие-то истории. И все рассказывают, чтобы они так же поступили, как я. Ну так это, по секрету. Но они именно, когда останавливали, говорили, прям переживали сильно. Прям говорят, мы следили за этим, за всем. И, говорит, на твоем бы месте, вот даже вот сотрудники, говорят, мы поступили бы так же. Представляешь, и на них смотришь, ну как-то, как вот такие люди. Типа ДПС-ник вроде, да, служат тоже. Блин, интересно. Ну, в Сочи бы остался играть? Да. Да? Если бы команда была сильнее осталась, это вообще мечта жить там. Да? Да. То есть тебе там больше понравилось, чем Москве? Да. Интересно. В плане жизни, знаешь, в плане работы, там, каких-то супер бизнес-проектов, конечно, и Москва первое место. Заработок, все. Да. А в плане жизни. А где вообще я хочу жить дальше? Там хочу лову, если брать Россию. Да? Да. А так в Европу, если выеду, санкции, и все. Вылететь, вылететь никуда нельзя. А, санкции, ладно. Санкции. Саша, что для тебя значит успех? Успех – это твоя, наверное, работа, которой ты там посвящаешь много времени, и ты получаешь результат, который хочешь. Ты считаешь себя успешным? Да, конечно, считаю успешным. В какой момент? Ну, если я говорю, там, знаешь, если не смотреть на это все, просто окунуться там в 2000, я говорю, первый год, когда я там приехал непонятно откуда, на данный момент там я всем купил квартиры, там, всех обеспечил, все все хорошо, все могут себе позволить хорошо питаться, летать, отдыхать там на хорошие курорты. Как я могу сказать, что я неуспешный? Конечно, успешный. Ты добился всего, чего хотел? Я добился нереального, если там брать честно, то, откуда я приехал, как бы это нереально, потому что, ну, блин, на протяжении кучи времени я не видел там людей из Белгородска, из Белгорода, с Воронежа, там, кто, ну, по Черноземию, кто рядом с нами, кто могут себе позволить приехать, вот так узнаешь там, и мало того, что тебя многие знают, в стране я узнаю, да, ну, как бы там построить там какую-никакую, там, кто-то может подумать карьеру, но, простите меня, там, я 17 лет обсуждаемый, и я в хороших командах. Чего у тебя еще нет, чего ты хочешь еще достичь? В карьере, наверное, понятно, что там, если брать в Россию, там, те достижения, которые у меня есть в России, там, титулы, они все максимальные у меня есть, но в Европе, понятное дело, что я хотел поиграть в Европе, да, но сам виноват, что вот эти как раз из-за травмы, и вот эта вот история меня выбила, потому что я был, прямо, скажем так, на таком хорошем пике, и как бы, в хорошей форме, у меня сейчас такой возраст, что, ну, все впереди, но вот я очень хотел еще поиграть в Европе. А где ты себя видишь через 10 лет? Блин, хороший вопрос, вопрос. В идеале, конечно, на пляже, на Мальдивах где-нибудь, это в идеале. Естественно, займусь ребенком, чтобы у него все получилось, там, он не наделал там столько ошибок, сколько я надел. Ну, предпринимательством заниматься не захочешь? Блин, ну, Лаур, на данный момент пока я не вижу себя, и как бы нельзя просто так, многие, знаешь, задают вопрос, а что ты вложись там туда, сделай то-то, но ты же сама понимаешь, что этим нужно всем заниматься. И как бы у меня нет такого человека, там, которому не то, что я могу доверить, просто мне хочется самому чем-то, знаешь, и там себя почувствовать успешным, чего-то добиться, там, помимо спорта. И, наверное, это как раз я начну этим заниматься после карьеры, если начну. Может быть, буду тренировать, либо там ребенком заниматься, тяжело сказать. Слушай, ну, а ты ни разу не вкладывал ни в какой бизнес деньги? Нет. И не было такого желания просто потому, что ты никакого не понимаешь? Потому что, да, я не понимаю ничего в этом, и как бы кому-то это дать, типа, иди развивай, тоже не хочу. Что бы ты сказал маленькому Саше? Маленькому Саше? Не бей людей стулом, и все. Внимание, конкурс. Мы хотим разыграть мою игровую майку моего нынешнего клуба, да, Московского Спартака, и новую модель бутс. Да. Недавно сейчас вышел новый цвет, крутой у Найка, желтый. Но желтые новые бутсы, поэтому вот их презентуем твоему победителю. Мы выбираем Саше прозвище, у него никогда его не было. Мне его очень жаль, у меня их было много. Поэтому за самое оригинальное прозвище Саша подарит... Майку и бутсы. Майку и бутсы. Так что пишите в комментариях. В нашей команде несколько, правда, человек, поклонников Саши, но мы вот Мишу, Миш, самый большой поклонник и фанат, рассказывал нам все время, вот, Саша, распишешься? А ты где нашла, кстати? А? Ты где майку нашел? Нет, это моя. А, серьезно? Это просто его майка, не твоя. Подготовленная? Заготовленная. Ну, конечно, готовился парень. Блин, приятно. Так, давай напишу туда. А, так ты еще за Спартак болеешь, Миш? Ну, это да, майка наша. Обалдеть, слушайте, ну, двойная удача. Мало того, что как корень, так еще и Спартак вообще. Миш, вообще, можешь потом нам, знаешь, этот, отстегнуть. Есть! Гол! Написал вообще целую поэму. Я надеюсь, вам понравился выпуск, поэтому комментируйте, ставьте лайки. Ну, можете и дизлайки, в принципе, нам, мы не против, мы готовы принять. Лайк лучше. Лучше лайки. Лучше лайки. Лучше лайки.